приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня речь пойдет о моченых яблоках я неспроста достала с погреба те две банки которые мы заготавливали потому что в прошлом году мы показали два рецепта о них я чуть чуть позже скажу и я получила вопросы ряд вопросов особенно интересно в соцсетях было и один человек мне сказал написал вы все показываете как готовите а что получается в результате вкусные они или нет и какие они вообще на вид так вот прошел год я специально оставила эти две банки то конечно мы все съели мы готовим и с капустой и вот такие разные наполнители с яблоками есть все было съедено а вот здесь у нас остались вот эти яблочки я хочу вам еще раз сделать акценты по поводу и сразу же ответить на ваши вопросы по поводу того что можно ложить и чего сколько не ложить вид вы видите вид красивый вкус у них замечательный но через год они все больше похожи на как будто бы внутри у них водка то есть они уже сбродили тем более у нас было очень жарко и погребе тоже было жарко но погребе вот они у меня вот такие сохранились что касается вот яблок с медом вот этот рецепт он есть я вам сделаю сносочки на это видео внизу под видео он остается прежним вода просто должна быть отстоянная или родниковая колодезная какая хотите и здесь в очень важный момент яблоки количество вот тоже были вопросы чуть чуть больше у кого-то получилось чуть чуть меньше если эти яблоки крупнее то естественно будет больше воды если же яблоки будут мельче их будет тоже больше ну и естественно меньше водички будет соль остается по-прежнему аста одна столовая ложка но соль обязательно крупная ни в коем случае не вот эта мелкая соль она не дает этот эффект яблоко становится как такое расползается нехорошая но и 5 столовых ложек меда как готовить у меня есть видео смотрите и четко все там расписано уже много лет это делаю далее по вопросы по моченым яблокам в которые я ложила ржаной солод вот эти яблочки здесь и ржаной солод и здесь капустный лист очень красивый аромат зимой конечно был обалденный сейчас тоже самое вкус как будто бы они водки настойны то есть они уже сыграли но смотрите год простояли и они очень красивые хотя водочные но тоже имеют хороший вид то есть они не сгнили не испортились какие вопросы у меня по яблокам с этим прекрасным солодом не у всех есть это редко поэтому если нету солода пожалуйста не используйте и если нет капусты тоже не используйте если не любите листы мяты вот тоже был вопрос вот нам не нравится мята что можно заменить заменителей много вишня листья вишни лишние листья смородины еще что у вас есть вот есть каждая семья какие-то травы очень любит можете тут же базилик добавить можете не добавлять можете просто-напросто я уже такое дело яблоки кстати сразу же отвечаю на вопрос какие сорта вот такие сорта которые вот у нас я вот собрала сегодня эти яблочки эти не подходят их можно тоже заквасить очень быстро они будут готовы но цвет у них какой-то не очень и вкус не тот это более сочные яблоки почему мы берем семеринку или golden вот эти два сорта они более такие рассыпчатые получается здесь больше как бы водянистость структура совсем другая но тоже если ничего нету можно и эти приготовить но они быстрее будут скваситься мочиться и естественно квасится сюда подходит слово и их быстрее нужно будет съесть но уже по количеству все зависит от размера яблок и тоже с водой а соль и сахар это обязательные компоненты 2 столовые ложки ставлю соли или 4 столовые ложки сахара без наполнителей можно одну столовую ложку соли снова же сверху эти ложки соли ставятся все зависит от того какая спелость у яблок если очень зелененькие еще то конечно и две столовые ложки соли и 4 столовые ложки сахара если же они очень уже спелые такие рассыпчатые конечно же можно меньше уменьшить сахар тут все зависит от того что люди любят вот это это важные моменты как на которые я должна была ответить но вот я сейчас буду отвечать я записала вопросы по вот этим рецептам и буду на них отвечать итак первый вопрос это кроме тех которые я уже ответила можно ли хранить вот эти яблоки в комнате если нету ни погреба не возможности в холодильнике поместить можно но это будет хранение очень короткое до нового года вы увидите по яблокам они сначала такие булечки будут бродить когда попробуйте когда они уже готовы полтора месяца вы можете их есть но больше они хранятся не будут не тут не будут так хранится как у нас в погребе можно ли вот этот рассол пить когда яблоки съели по желанию если вам нравится этот рассол если действительно душа требует после вечернего какого-то застолья можете пить потому что мы его готовим из ранниковой воды колодезная вода все компоненты чистые яблоки чистые можно попробовать если понравится пейте можно ли заменить мёд мяту на другие травы вот это я тоже вам ответила можно и мяту убрать и вообще чистенько все сделать без этих наполнителей ну и через через сколько месяцев будут готовы яблоки мы вот делали в сентябре к новому году уже мы яблоки даже в декабре уже ели потому что они быстро готовятся и можно вот в течение зимы еще делать несколько раз чтобы было вот более длительный период баночку достал с погреба и снова же свеженькие кушаешь но мы готовим еще и с капустой обязательно слоями у нас тоже есть видео я сделаю сноску посмотрите как мы это делаем но и последний вопрос этот вопрос уже начал появляться у нас в соцсети а также уже многие спрашивают но когда же когда же когда же нам пожалуйста скажите уже чтобы мы подготовились чувствуем что зима скоро наступит вот смотрите я подготовила на август и сентябрь месяц вот такие лучшие дни во первых для себя первую очередь ну и делюсь с вами и так лучшие дни для квашения яблок в августе 2021 года время московское это будет время тельца убывающая луна 27 августа начинается этот период с 10 часов до конца суток 28 августа все 24 часа 29 августа с 0 и до 12 часов дня позже пожалуйста не надо там идет сухой знак и получится что более жесткая продукция получается и вкус чуть чуть не такой ну а теперь переходим к месяцу сентябрь в сентябре первая половина месяца не подходит для того чтобы готовить моченые яблочки очень хорошо подготовить вот уже снова же козерог мы выбираем дни когда и квасим капусту и можно квасить яблоки 14 сентября с 15 часов до конца суток 15 сентября все 24 часа 16 сентября с начала суток и до 15 часов дня вот это важный момент тоже все время делаю акцент потому что вот это время позже уже качество продукта меняется мы должны приготовить очень вкусную продукцию и еще один период в тельце 23 сентября с 16 часов можно начинать заниматься этим вопросом квашения приготовление моченых яблок 16 часов до конца суток 24 сентября все 24 часа и 25 сентября все 24 часа вот это такие периоды очень хорошие для того чтобы приготовить квашение на зиму и я чуть позже будет у нас и октябрь и ноябрь месяц обязательно кстати сразу же отвечаю можно ли в этот день квасить кроме яблок капусту до грибы до ягоды пожалуйста это дни очень хорошие хорошо хранится вот видите у нас закваска была именно в эти периоды прекрасное хранение целый год и летняя жара тоже в погребе хорошо прошла и мы получили квашеный алкогольный продукт уже но не советую это делать сейчас еще покажу что как они какой вид они имеют а то ж показала яблоки да а не вытянула вот они такие вот мягкие вот смотрите не даже нож не беру а просто беру вот запах алкоголя такая брошка хорошая вот смотрите вот они в чем мне нравится вот голден он такой пушистый нежный рассыпчатый вот это берешь и все тает вот во рту но не делайте так вот я потому что я специально для того чтобы ответить на вопросы вот такие занялась вот таким приготовлением и целый год выдерживала эти яблоки сейчас посмотрим я теперь разрежу ножиком другой сорт посмотрите вот ну и теперь солодом вот это вещь очень хорошая но снова уже если есть солод если его нету не у всех есть такая возможность просто вот эти солода мягенькое такое нежное яблочко ему год но нужно готовить в течение полтора два месяца можно уже есть эти яблоки и очень они полезны и кстати очень полезны и все нужные микро-макроэлементы для нашего организма и для работы хорошего хорошей работы желудка ну что ж раиса греченко александр волик подготовили ответы на ваши вопросы по поводу того как можно мочить яблоки какие сорта я даже кстати листики вишни и видите и листики смородины подготовила показала что можно это делать можно без но яблоки сорта выбирайте пожалуйста без вот этой расцветки и рассол красивый ну и естественно вот эта консистенция вот видите вот такие они рассыпчатые именно эти сорта семеринка и голден дают наибольший лучший эффект можно в начале голден допустим в августе сделать начале вот первое в сентябре первые три дня а потом для того чтобы позже яблочки приготовились можно семеринку использовать прощаемся с вами до следующего видео хороших вам вкусных заготовок благодатной зимы уюта и тепла ваших домах и естественно всем всем крепкого здоровья раиса александр желает вам счастья вкусностей приятного вам аппетита до новых встреч на нашем канале